Азербайджан и другие страны СНГ примут участие в видеоконференции, посвященной совместным усилиям по борьбе с распространением COVID-19. 29 мая главы правительства обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. Кроме того, стороны рассмотрят стратегию экономического развития содружества на период до 2030 года. По итогам конференции ожидается принятие совместных документов о развитии взаимодействия по ряду сфер, в их числе транспорт и энергетика. На фоне пандемии COVID-19 Азербайджан предпринял ряд мер, среди которых малый и средний бизнес получил существенные льготы, предпринимателям дали налоговые отпуска, безработным единовременные выплаты. Азербайджан одним из первых учредил фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Миллиарды монатов были вложены в экономику страны и направлены на социальное обеспечение граждан. Выделение японскими властями одного триллиона 100 миллиардов долларов на поддержание экономики является беспрецедентным. Таких вливаний в Японии не производили даже в условиях кризиса 70-х годов. Но видно, что современный кризис является кризисом гораздо более тяжелым и более разрушительным для японской экономики. Это видно уже потому, что отрицательная ставка в Японии была введена Центральным банком еще в 2016 году. Она сохраняется по сей день. И по сути эти вливания будут производить не какое-то новое японское экономическое чудо, а будет производить стокфляцию, как обещают многие. Накануне правительство Японии выделило более двух триллионов долларов на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Как отметил премьер-министр Синзо Абе, нужно быть готовым к следующей волне распространения COVID-19. Ранее в рамках помощи пострадавшим от кризиса гражданам выдано около 300 миллионов долларов, около 930 долларов на человека. Как отмечают СМИ, в Японии принят один из самых крупных пакетов помощи. В США вливания еще более масштабные. Там мы ожидаем только с 25 до 30 триллионов рост государственного долга. Видимо, будет 10 триллионов. Вполне возможно, уже осенью. Есть еще Великобритания, где опять же по той же самой схеме будут развиваться события. Значительные денежные вливания не могут спасти британскую экономику, которой нужна как минимум девальвация фунта, а затем коренное изменение всех торговых отношений. К этому времени общее количество жертв коронавируса по всему миру близится к 356 тысячам. Почти треть от этого числа приходится на жителей Америки. Эльдар Расулов, Сибиси. В 2020 году экономика еврозоны сократится на 8-12%. Спад будет более глубоким, чем ожидалось ранее, заявила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. По ее словам, масштаб спада будет зависеть от того, насколько быстро страны ЕС отменят карантинные меры и позволят экономикам работать в нормальном режиме. При этом страны, чей доход формируется за счет туризма, пострадают больше других. Глава ЕЦБ предполагает, что спады экономики Евросоюза в текущем году будет вдвое больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Вирусы не знают границ, поэтому страдают все. Последствия будут различными в зависимости от таких факторов, как положение страны до пандемии и от структуры ее экономики. Наш долг сделать все таким образом, чтобы мы вышли из этой ситуации с меньшими потерями. По прогнозам экспертов, на заседании 4 июня ЕЦБ значительно увеличит объемы выкупаемых с рынка облигаций в целях стимулирования экономики, ее поддержки и достижения целевых показателей по инфляции. Накануне Международная организация труда опубликовала отчет, согласно которому на фоне пандемии COVID-19 каждый шестой человек лишился работы, а количество часов работы занятых сократилось на 23%. В свою очередь, Еврокомиссия выступила с инициативой создания фонда для восстановления экономики ЕС после кризиса. Бюджет фонда, который направлен на преодоление цессии в странах еврозоны, может составить 750 миллиардов евро. Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по цене нефти в среднесрочной перспективе до 45,65 долларов за баррель. Согласно опубликованному отчету агентства, стоимость нефти будет подвержена высокой волативности на фоне геополитических конфликтов и усилий ОПЕК-плюс по регулированию спроса и предложения на рынке. Равновесная цена за баррель нефти, как отмечается в отчете Moody's, 55 долларов за баррель. Приостановленные, но теперь уже надежные предложения поставок, включая недавнее соглашение ОПЕК-плюс о дополнительном сокращении добычи до 10%, начиная с 2020 года, и ускоряющееся сокращение производства в Соединенных Штатах и Канаде, не поспевает за низким спросом, который мы наблюдаем. Резкое снижение спроса во втором квартале года, по мнению представителей Международного энергетического агентства, приведет к снижению глобального спроса на нефть, примерно на 10% в текущем году. Порядка 9,3 миллиона баррелей в сутки, что ниже уровня конца 2019 года, прежде чем вернуться к росту в 2021 году. По мнению экспертов агентства, пандемия COVID-19 послужит еще большему ограничению вложений в нефть и газовую отрасль во всем мире в течение следующих 3-5 лет. Энергетические компании столкнутся с затруднениями при инвестировании в разработку новых месторождений. Международное энергетическое агентство отмечает, что в первом квартале года на фоне пандемии коронавируса инвестиции в энергетику снизились на 20% или на 400 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как ожидается, расходы потребителей на нефть в текущем году сократятся на 1 трлн долларов до 2,5 трлн долларов.